итак ребята хочу поговорить немного о тестерах заряди аккумуляторах и так далее сейчас у меня на столе лежит аппарат 9700 сына после замера пишет что он полностью заряжен и на тестере вижу результат сейчас замру 3 881 и 1671 ватт-часов что интересно 3 881 это как бы нехорошо но если мы вспомним то что я только что произнес это 16 72 да ну вот я 16 7 для округления взял и высчитаем по формуле которую я нашел на сайте который вы наверное сейчас видите на экране получается что банка все-таки 4 4 кто врёт то есть получается как сам тестер нам насчитал еще раз 3 880 грубо говоря да но он считал по тому напряжению которое он подает а на аккумуляторе напряжение совершенно другое и вот отсюда вопрос а правильно ли так считать потому что в принципе тестер выдал ватт-часы учитывает он силу тока и напряжения которые подавал он а я это пересчитываю по силе тока и напряжению тому что есть на обычном литиевом аккумуляторе кто из нас прав блин вот это хотелось бы понять но вот понятно логика производитель они конечно берут вот эту цифру потому что она им приятней 4 4 у данного модели смартфона 9700 если кто его не помнит показываю у него записано как раз спецификациях данная цифра легко получается если вот это вот с тестера данные были на 5 забыл сколько 16 и 7 разделить на 3 8 это стандартное напряжение на аккумуляторе литий он литий полимер последнего времени раньше было 3 и 7 теперь 38 подняли их чтобы больше влезала короче а вот теперь вопрос кто прав кто виноват как правильно считать насколько правильно вообще считать заливая они сливая и так далее и тому подобное просто у меня сейчас кризис я не понял надеюсь кто-то подскажет кто у нас более силен в этом всем потому что я понимаю что по идее у аккумулятора неплохо бы замерять то что с него вытекает но опять же насколько это точно это все условность мы же не знаем у нас вот кто придумал то что надо замерять то что сливается не заливается ну а также всплывают потери от провода провод длинный на видим от точности настройки этого свистка ну как его люди называют то есть тестера ну и вообще вот от всего 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 в частности даже гнездо у смартфона которому больше двух лет она окислена она уже имеет собственное сопротивление вся система плата и шлейфа и так далее в смартфоне то же самое все это имеют короче вопрос на засыпку кто умный кто подскажет это видео нигде я рассказываю а где я с вами советуюсь всем спасибо это латуха всем удачи а у меня 851 утра всем чао